Приветствуем вас. Да, доброе утро. Доброе утро. Иван Сергеевич, сразу первый вопрос, как обстоят дела сейчас в Мелитополе, что там сейчас происходит? Дела осложняются с каждым днем. Вчера появилась массовая информация о том, что приехала очередная череда учителей, военных и всех остальных, из-за чего они начинают ходить с военными по квартирам и просто начинают принудительно выселять наших людей с их собственности, с их квартир. Тем самым подвергая опасности, не предоставляя иного места жительства. Ну и в целом ситуация выглядит нездраво, когда людей выселяют просто-напросто с их квартир, уже даже не пустых, а с тех квартир, где проживают люди, либо приезжают в частные дома, говорят, теперь у вас будут новые соседи, а у вас три дня на сбор вещей. Также вторая часть проблемы, которую со вчерашнего дня они сделали, утверждили распоряжением фейкового главы военной администрации Гауля и Тарабальского о том, что курс гривны теперь не один к двум, как это было ранее, они установили курс рубля, а один к двадцати пяти. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее с оборота. Сегодня примерное соотношение на временно оккупированном территории 70 к 30, 70% это гривна, 30% это рубль. И для того, чтобы вывести нашу валюту с оборота, таким образом они пытаются ее курс уменьшить в очередной раз. Также ситуация проходит с выдачей паспортов, достаточно усложняется, потому что нашим людям угрожают, в большинстве своем, конечно же, это пенсионному возрасту, но и в целом уже те люди, которые детей своих вынуждены под давлением отвезти в школу, их заставляют точно так же получать паспорта, вплоть до того, если семья живет без отца, точно так же ищут контакты отца и обязаны предоставить всю необходимую информацию. Это делается для того, чтобы все мужчины, которые остались на временно оккупированном территории, становились на учет, потому что есть уже примеры того, как те люди, кто получили паспорта мужчины, уже получают повестки на мобилизацию в расистскую армию. Ну и, конечно же, так и не решился вопрос, уже третий день мы не можем передавать гуманитарные посылки в город Мелитополь. Я напомню о том, что за последние шесть месяцев расисты в нашей больнице не завезли ни одной коробки медикаментов. И каждый день наши волонтеры, рискуя жизнью, рискуя здоровьем, они две-три машины мы отправляли в нашей больнице медикаментам, которые больше всего необходимы нашим пациентам и нашим докторам для спасения жизни. Три дня мы не можем провести ни одной машины, потому что расисты просто в Россилевке не пропускают данные машины с медикаментами. Это впереди большая катастрофа, особенно для хронических больных, тех, кто зависимы от гемодиализа, тех, кто зависимы от инсулинов. Расисты не привозят данные расходники, и будет угроза жизни у хронических больных абсолютно точно. И у самих же и не хватает. Буквально недавно мы в новостях рассказывали о том, что и в России проблемы с медикаментами, то есть и своих, и чужих пытаются еще и погубить. Их проблемы нас слабо интересуют, нас интересуют с вами проблемы наших пациентов, и пока нет механизма решения. Я надеюсь, что все-таки международные гуманитарные организации в этот раз нам окажут содействие и помогут. Вот на это только надежда. Василий, скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что людей выселяют, уплотняют, ну какие-то прям времена шариковых. А кто эти люди, которые заселяются и которые буквально выгоняют из домов украинцев? Это военные или какие-то административные чины новоиспеченные? Спасибо за вопрос. Сегодня это две категории. Первая категория из-за того, что наши учителя отказались сотрудничать с оккупантами, они завезли с России 500 учителей. 500 учителей на временно оккупированную территорию Запорожской области, которых сейчас и пытаются расселить. Потому что, как условием для переезда на оккупированную территорию, они говорили об основных зарплатах и о предоставлении жилья. Так вот, жилье они просто хотят украсть. А вторая категория, конечно, военные, которые прячутся среди мирных жителей, прикрываются живым щитом. Как пример есть также не только занятия квартир. А сегодня в нескольких школах проходит учебный процесс, а в соседнем крыле здания, в этой же школе, живет Росгвардия. Для меня абсолютно очевидно, почему это происходит. Потому что они хотят детьми, людьми нашими прикрываться как живым щитом и прятаться за спинами гражданских людей. Относительно недавно тот самый балетский коллаборант, вышеуказанный вами, отправился из Мелитополя в Крым. То есть покинул территорию Мелитополя, видимо, что-то почувствовал. До сих пор ситуация остается такой же, то есть он не возвращается в город? После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался о том, что он есть жив-здоров. И после этого опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено, не видно. Он давно просился руководить на удаленке. Вот, по всей видимости, где-то ему это разрешили. Но в любой удобный момент, как это только будет нужно, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать. Ну, как обезьянку на пляже водили, вот так его водят на сегодняшний день. Это точно не человек, принимающий какие-либо решения. Это просто лицо, которым торгуют враги. Вы можете предположить, что, например, ждет Балицкого после того, как он больше не будет выгоден оккупационным властям? Вы знаете, тут как бы не предположение, тут всего два варианта, о которых я говорю уже последние шесть месяцев. Первый вариант для него, кстати, хороший. Это он будет осужден по украинскому законодательству за коллаборацию и измену Родине. И отсидит лет 12-15, как наш суд решит, и еще старость проведет, может быть, с детьми и внуками. А второй вариант, по примеру 2014 года, как те, кто были изменниками Родины в Крыму, кто предали нашу страну. Их просто зачистит Российская Федерация, Российские СССР, как уже ненужных и использованных. Поэтому у этого парня есть два варианта, но ему выбирать. Да, но судя по ситуации даже в Херсонской области, видимо, второй вариант наиболее вероятный. Опять же, своих же убирают, почему бы и нет. Да, но хочу отметить, после того, как силы сопротивления достаточно активно поработали с коллаборантами, которые пытались организовывать псевдореферендум, это псевдоголосование, на сегодняшний день и у наших спецслужб, и у нас большое количество звонков от коллаборантов, которые были приобщены к избирательным комиссиям с просьбой, чтобы они содействовали с украинской властью, только просьба их одна передать нашим партизанам о том, что они точно больше не будут помогать оккупантам. И поэтому некоторые коллаборанты делают для себя правильный выбор и принимают правильные решения. Но этого гауляйтера абсолютно точно в Украине ждет суд. А партизанское движение на самом деле действительно у нас сильное, поэтому есть чего бояться. Иван Сергеевич, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то у вас информация касаемо Запорожской атомной электростанции? Мы сейчас все с большим вниманием наблюдаем за каждым шагом и отслеживаем каждый прилет, который может быть в ту сторону, потому что ситуация действительно очень напряженная. Может быть, у вас есть какая-то информация? На сегодня Мелитополь зависима от атомной электростанции и все жители, которые остались на временно оккупированном городе в двух частях. Первое, это, конечно же, угроза вытека радиации. И, к сожалению, мелитопольцам сегодня эвакуироваться некуда. Они находятся в 80-километровой зоне, не в зоне первого поражения, а в 80-километровой зоне. Но, тем не менее, люди никуда не смогут эвакуироваться, потому что через Васильевку это, наоборот, приближаться к атомной станции, а через Крым там так просто не выпускают, и абсолютно точно это будут люди с заложниками. Поэтому сегодня опасность это есть. А вторая опасность, которая уже становится, к сожалению, традиционной. Вчера в Мелитополе снова не было света. Сегодня на части оккупированной Запорожской области до сих пор нету света. Например, в Бердянске так и не включили свет, который выключился вчера в 16.00. И мы четко видим, что коммунальная катастрофа близится из-за того, что враги контролируют нашу атомную электростанцию. И мы четко должны понимать, нет электричества, нет воды, нет мобильной связи. Соответственно, у людей нет всех благ цивилизации. Поэтому на сегодняшний день ситуация только усугубляется, она неконтролируема. И от этого страдают наши люди, которые находятся на временно оккупированной территории. И от этого может пострадать весь цивилизованный мир, если наш враг, точнее, те, кто физически занимает нашу атомную электростанцию, окончательно сойдут с ума. Важно, чтобы весь цивилизованный мир это тоже понимал, что угроза-то на самом деле вовсе не только для украинской стороны, а для всего мира. И, кстати, сегодня должен быть озвучен отчет той самой группы МАГАТЭ, которой удалось посетить Запорожскую атомную электростанцию. Ждем этой информации, как только она появится, мы сразу же нашим зрителям ее сообщим. Иван Федоров, большое вам спасибо за то, что были в нашем эфире. Спасибо за субтитры!